Сестра И садитесь, пожалуйста Здорово, когда вот сейчас на собрании В конце такого прекрасного дня Когда мы все с вами целый день были В Божьем присутствии, в проповедях Сейчас у нас такой мир в душе Такой порядок какой-то в душе И вот покой Но когда мы уедем отсюда Мы можем снова оказаться в водовороте Наших каких-то негативных эмоций Страхов, страстей Жизнь, она вот такая, она бурная Она закручивает нас Очень хорошо, когда мы можем в этом водовороте противостоять И вот сейчас мы как раз попробуем разобрать Одну такую непростую тему Я хотела бы очень вам помочь в этом Потому что это такая всеобщая универсальная проблема Вот начну с того, что для нашей семьи Этот год был очень насыщенным Разными событиями В церковной жизни, в нашей семейной жизни Произошло много всего Даже мне хочется Вот я не успеваю вести дневник Но мне хочется прямо взять и записать Вот все события, скажем, этого лета Которое было настолько насыщено Весны Ну вот если бы вы меня спросили А что было самым для тебя Центральным, таким важным И значимым событием Я бы сказала, что это был Выезд тишины Который был весной Я объясню почему Потому что неожиданно я там получила время Какого у меня, в общем, никогда не было За всю свою жизнь Я всегда в каких-то делах Всегда в заботе о ближних О семье, о церкви То есть я всегда Вот в каком-то Ну, в какой-то деятельности И вдруг Это было фантастическое состояние Этого не стало И я оказалась Вместе с другими нашими братьями, сестрами В том блаженном состоянии Когда никто тебя ничего не просит Ты никому ничего не должен Ты предоставлен сам себе Вот поверите, у меня это было Первый раз в жизни Даже на отпуск Когда мы едем в отпуск У меня всегда дети У меня всегда Ну, в общем, заботушки Не прекращаются И здесь Вдруг Я получила возможность Все свое внимание Отдать Вот Внутри Своему внутреннему Своему Вот этому внутреннему миру А значит и Богу И, конечно Никакими словами не описать Те, кто был на выезде Те знают Как работает там Бог Совершенно Удивительным Исключительным образом Никак не описать это словами Но некоторые вещи Были сказаны мне Так прямо и явно И я даже записывала это Чтобы не забыть Так вот Одна из вещей Сейчас вам скажу Какая была Вот еще хочу перед этим Заметить такую вещь Что когда выходили до меня Проповедницы Они обе Начинали с чего Что мы Такие счастливые Мы У нас все есть И даже это просто Не просто все Но все самое лучшее И вот Вы смотрите и думаете Вау Вот это да Вот Женщины так женщины Вот это супер женщины У них все есть Они всем довольны Они счастливы Они просто Ну Это редкость в наше время Правда? Вот кто еще может сказать У меня все есть Я счастлив Доволен Я вообще Ага Два человека Ладно Один из них мой муж Слава Богу Три Ладно Но я вам скажу Вот что Конечно же У них Вот У этих Замечательных сестер Есть тоже Проблемы Да И есть тоже Всякие Всякие сложности И это конечно же Никакое не лицемерие А это Их позиция Во Христе Вот то что они говорили Да О себе Это такая Ну Это их прекрасный Такой характер Это стойкость жизненная Вот так воспринимаю я жизнь Понимаете Это характер построенный На библейских принципах Это мудрость Вот я Уважаю такую жизненную позицию Да Но При этом Вы должны понимать Что никаких супер женщин Вообще нет Вот у всех есть Свои какие-то Да Вещи И я вот Не буду вам говорить Что я вот такая Растакая супер женщина А Сразу скажу Что Бог мне сказал На выезде Одну такую вещь У тебя Жизнь Почти вся Управляется Страхами Вот Здравствуйте Это такое было Ну Откровение Как же я Уже столько верующая И Как я Почему я не могу Это до сих пор преодолеть Да Вот И я Начала За этим Просто Специально Наблюдать И на самом деле Обнаружила в себе Очень много Явных И тайных Страхов И вот я хочу Об этом с вами поговорить Подозреваю Что я не одна Тут такая Да Очень Очень многие люди Вообще все Можно сказать Подвержены Вот этой Напасти Ну Я Откровенно вам говорю И вот Хочу начать С чего С одного Места библейского К свободе Призваны Вы Сестры Это что за место Скажите Кто у нас Знаток Писания Нет Галатам 5 13 Ну там правда К свободе Призваны Вы братья Конечно Мужчины думают Что только они Призваны К свободе На самом деле Сестры Вы тоже Призваны К свободе Повернись К соседке Скажи Ты к свободе Призвана Сестра Она согласна Теперь давайте Посмотрим Как реально Обстоят дела Нас К свободе Даже призывать Сильно не надо Это базовая Потребность Человека Быть свободным Вот Ну Как это все Воплощается В жизни Сейчас посмотрим Вот Есть свобода Есть несвобода Явная Например Тюрьма Все понимают Это состояние Несвободы И тут как бы Не надо много Объяснять А есть несвобода Тайная Это вот как раз Жизнь в страхе То есть страх Создает для нас Некую тюрьму Вот откройте Пожалуйста Римлянам Восьмую главу 15-16 И здесь говорится Тут говорится Что вы сыны Божии Почему Потому что Вы не приняли Духа рабства Чтобы опять жить В страхе Но приняли Духа усыновления Которым взываем А воочи Сей самый дух Свидетельствует Духу нашему Что мы Дети Божьи То есть смотрите Вспомните Вот такое Уродливое явление Как рабство Настоящее В наше время Кстати тоже есть Рабы И в разных Сферах Это вот Явление Оно какое-то Неискоренимое Вспомните Когда Человек Например Владеет Полностью Человеком Другим И имеет С него Какую-то выгоду Это Отношения Какие На чем Они основаны Всем понятно На страхе Тот второй Которым владеют Не хочет этого Да Он не будет Это делать Ради Чего-то Такого Ради Какого-то Своего Удовольствия Или Своего Желания Нет Он просто Принужден Он принужден Оставаться В этом положении И работать И вот здесь Этот Отрывок Писания Противопоставляет Вот эти Отношения Хозяин Раб Отношением Отец Сын Так Отец Сын Это совсем Другие Отношения Это отношения Основанные На любви Тогда Вот почему Мы Дети Божьи Уже много лет Мы можем быть Детьми Божьими А в нас все равно Живут страхи Вот почему Мы Не можем Освободиться От этого рабства Вот есть На мой взгляд Несколько Очень важных причин Во-первых Это есть Это такая сфера Понимаете Очень тайная Вот Не все страхи Свои Так же Как не все Свои мысли Которые живут С нами С самого детства Вот они могут Крутиться по кругу Все детство Всю взрослую жизнь Вы можете уже До старости дожить С этими мыслями Вы их просто Не замечаете Они могут быть Прямо основой Вашего поведения Управлять Как бы Вашей жизнью А вы их не замечаете Они настолько Уже крутятся Автоматически Что вы не можете Отследить Вот этого процесса Так же со страхами Понимаете Они свивают Гнездо В темноте Вашей души И вы их там Не можете разглядеть Вот есть такая Поговорка Я считаю Очень верная Чужая душа Потемки Да Ну на самом деле Чужая душа Потемки Я бы сказала так И своя Душа Тоже потемки Вы скажете Ну я знаю Себя-то Ну себя-то Я знаю Фасад Знаете Вот кто я Сколько мне лет Там Какие у меня дети Вообще Чем я увлекаюсь Вот какие-то Эти вы вещи Хорошо знаете Внутрь себя Заглянуть трудно Почему и говорится Что Бог знает нас лучше Чем мы сами Правильно И вот как раз И вот как раз там В этой вот Какой-то Неконтролируемой Тьме В каком-то Подсознании Вот как раз И гнездятся Эти вещи Получается Что в нас Вложили с детства То как-то И определило Нашу жизнь И мы Как некие Запрограммированные Вот такие Автоматы Вот так и живем Следуя вот этим Каким-то Указаниям Даже не зная Что нами Кто-то Руководит Или что-то И поэтому Вот Что может Нам помочь В этом Да Как можно Заглянуть-то туда Вот Я нашла Такой способ Что это Спокойствие Какое-то Спокойствие В духе И в душе Вот когда нет Какой-то Большой Такой Зашумленности Тогда Приходит Некая ясность Когда вы можете Вдруг раз И понять Что у вас Там в душе Или услышать Голос Божий Который говорит вам Об этом Вот как на выезде Или Это может быть Просто случайность Когда вы вдруг Заметили Как это все Происходит Вот То есть Не так просто Отследить Все эти вещи Кроме того Есть кто-то Кто заинтересован Держать нас В рабстве Вот этими Страхами Вот Если есть Раб Ведь есть Кто-то Кто владеет Рабами Правильно И он Имеет С этого Выгоду Так и у нас Есть Конкретно Вот Конечно Над нами Никто не стоит С плеткой Да Но Мы Знаем Что Вот есть Князь тьмы И вот эти Все духи Злобы Поднебесной И Вся вот Это Преисподняя Которая Конкретно Заинтересована Держать человечество В рабстве Страха Они Имеют С этого Прямую Выгоду Поэтому Как бы Они создали Такую Изощренную Систему Разных Разных Запугиваний Понимаете И С самого Детства Мы Вот как бы Получаем Свою порцию Вот этих Боязней И страхов И плюс к тому Мы немножко Одураченно Живем Потому что Такое ощущение Что их нет И все нормально Вот и получается Что Выбраться из этого Состояния Не так просто Людям кажется Что так жить Нормально И естественно Все так живут И значит Это нормально Вот приведу Один пример Еврейского Народа Который Оказался В рабстве Таком Физическом Причем Ведь они Вначале В Египте Были В совершенно Нормальном Состоянии Благодаря Иосифу Они были Уважаемыми Людьми Они там Расплодились У них Было Имущество И как-то Так получилось Незаметно Что они Попали В положение Рабов Которых Нещадно Эксплуатировали Дело Дошло До того Что уже Убивали Их Детей А они Как-то Терпели Вы понимаете Они Забыли За 400 Лет Как это Было Жить В свободе Они Просто Об этом Забыли И Для них Это стало Естественно Ну да Такой Порядок Вещей Мы Рабы Над нами Есть Хозяева И Вот так Все И должно Быть Так И будет Но Бог Он Не согласился С этим Правильно Он Через Моисея Стал Показывать Им Что Не надо Покоряться Своим Притеснителям Надо Выходить Вот у Бога На рабство Один Только Ответ Выходить И вот Посмотрите Второзаконие Седьмая Глава Восьмой Девятый Стих Восьмой Девятый Стих Здесь Написано И это Место Оно Очень Очень Много Повторяется Оно Такое Как Бы Очень Много Таких Мест Восемь Девять Но Потому Что Любит Вас Господь И для Того Чтобы Сохранить Клятву Которую Он Клялся Отцам Вашим Вывел Вас Господь Рукою Крепкою И освободил Тебя Из Дома Рабства Из Руки Фараона Царя Египетского И так Знай Что Господь Бог Твой Есть Бог Бог Верный Который Хранит Завет Свой И милость К любящим Его И сохраняющим Заповеди Его До Тысячи Родов То есть Понимаете Господь Он Ненавидит Рабство Он Говорит Давай Выходи И Я еще бы хотела Одно место Привести Интересное Очень По Своему Любимому Переводу Российского Библейского Общества Это Книга Пророка Исаии 14 Глава 3 8 Стих Я вам прочитаю Вы следите По своему А я вам прочитаю По этому Еще Переводу Исаия 14 Глава 3 8 Стих Здесь Говорится И когда Освободит Тебя Господь От страданий И страха От тяжелой Работы Которой Тебя Принуждают Ты Споешь О царе Вавилонском Насмешливую Песню Вот и Не стало Угнетателя Вот и Конец Его Ярости Сломан Господом Посох Злодеев Жезл Властителей Что Яростно Бил Народы Нанося Удар За ударом Правил Ими Свирепа Безжалостно Их Притеснял Теперь По всей Земле Настал Покой И отдых И звучат Веселые Песни Тогда Господь Наш Берется За дело Любящий Наш Господь То всякая Вот эта Система Которую Создал Дьявол А естественно Царь Вавилонский Это дьявол Она Рушится Без следа Понимаете Бог Он не улучшил Там Условия Пребывания Этих Евреев Хотя Они Не хотели Ведь выходить Они были Вот в этом Естественном Нормальном Состоянии Ну Мы Не пойдем Здесь Хотя бы Все Привычно Здесь Все Как мы Знаем Здесь Все Стабильно Есть Пища Куда Ты Нас Зовешь Мы Не Знаем То есть Они Еще Боялись Выходить Но Господь Он Не то Что Сделал Ладно Я Вам Тут Сделаю Хорошо Чтобы Вас Так Не Напрягали Работой Чтобы Детей Ваших Оставили В покое Чтобы Вас Уважали Господь Сказал Выходите И Просто Радикально Их Оттуда Вывел И вот Так же Мы Должны Друзья Поступать С нашими Страхами Просто Я думаю Мы Смиряемся Мы Смиряемся С ними И вот Так С ними Продолжаем Существовать Как будто Это Естественная Часть Нашей Жизни Но Господь Хочет Вывести Вас Из земли Рабства Потому Что У него Есть для вас Земля Свободы Нужно Только Поверить И поверить В этот Новый Уровень Свободы Я очень Хочу Чтобы Это Загорелось Сегодня В вашем Сердце Чтобы Вы Перестали Мириться С этим Рабством Котором Вы Пребывали Или Пребываете И Давайте Вот Посмотрим На разные Виды Страха Они Очень Многообразны И И И Очень Просто Целая Такая Вот Целое Такое У них Содружество Этих Страхов Во-первых Есть Страх Коллективный То есть Вы не Просто Сейчас Слушайте Меня Вы Пытаетесь Посмотреть Еще На себя Что У меня Из этого Всего Есть Конечно Я не Все Назову Но Какие Назову Есть Вот Этот Коллективный Страх И Это То Что Заложено В Нас Вот В наших Генах Вот Так Далеко Мы Копнем От Предков И То Что Мы Приобретаем Вместе С Воспитанием Вместе С Культурой Во-первых Этот Генетический Страх Во-вторых Воспитание Как Вот Принято В Обществе Вот Это Все Мы Впитываем В Себя Посмотрите На Наше Наследие Вот На Наше Российское Наследие У Нас Если Так Мельком Быстро Пробежаться По Нашей Истории То Честно Говоря Приходишь В ужас Потому Что Там И Разные Цари Тираны И Кровавые Войны И Крепостное Право И Гражданская Война И Потом Большевистский Террор И Потом Сталинский Террор И Вся Вот Эта Несвобода Советской Жизни Это Все Друзья Мои В наших Генах Есть Такой Замечательный Писатель Гроссман И Он В Книге Все Течет Может Кто-то Читал Вот Дает Оценку Русской Истории Он Пишет Что Вся История Нашей Страны Это Неумолимое Подавление Личности Человека То есть Такое Холопское Преклонение Личности Перед Государством Да Не мы Сами Такие Стали Это Нас Вот История Вот Так Вот Как-то К Этому Привела И Он Пишет История Человека Есть История Его Свободы А если Свободы Здесь Не было Вообще Никогда В этой Стране То Понятно Что Мы С вами Имеем Историю Рабства Можно Так Сказать Он еще Пишет Одно Лишь Тысячелетнее Рабство Создало Всю Мистику Русской Души Вот Помните Некоторые Рассуждают О каком-то Особым Русском Характере Он Говорит Что Это Тысячелетнее Рабство И Может Кто-то Со мной Не Согласен Я Не Говорю Что Это Абсолютно Истина Это Просто Мнение Вот Этого Писателя С которым Я Согласна Вот Есть В Нас Такое И Когда Мы С вами Как-то Вы Должны Взаимодействовать С Обществом Выходим Мы На улицу Едем В Транспорте Вы Знаете Мы Напряжены Потому Что Мы Боимся Мы Боимся Что Нас Унизят Что Нас Оскорбят Что Нас Обманут Обворуют Вот Где-то Что-то В любой момент Можем С этим Встретиться Ведь Правда Кто Из нас Не ездил В транспорте Кто Не захотел В магазины В школе На нас Могут Накричать Учителя На работе Начальники И Это На всех Уровнях Нашей Жизни От Этого Просто Никуда Не денешься Мы Чувствуем Что Мы Перед Государством Беззащитны Поэтому Мы Привыкли Полагаться На себя И Когда Приезжаешь За границу Всегда Можно Узнать Русского Человека Вот Он Может Одет Быть Прекрасно Еще Лучше Даже Чем Иностранцы Он Может Вообще Так Выглядеть Вышенебельно Но Его Выдают Глаза Глаза У русских Людей Всегда Напряженные Всегда Вот так Следят За своими Вещами Затем В общем Мы не можем Вот Как-то Понять Что Можно Спокойно Существовать В обществе Потому что Мы Привыкли Что Человека Не уважают У нас Мы должны Защищаться И вот Как Вот Сегодня Елена Говорила Что Есть Инерция Какая-то От предков Идущая Вот ее Нужно Преодолевать В себе Преодолевать Что Нам Нечего Бояться Мы с вами Свободны От этих Страхов Посмотрите Что сказано В 1 Петра 3 глава 13-17 стих И кто Причинит вам Вред Если вы Будете Ревностны К добру Но даже Если вы Страдаете За свою Праведность Вы Счастливы Не бойтесь Того Чего Они Боятся И не Страшитесь Но Господа Чтите Свято В сердцах Своих Будьте Всегда Готовы Дать ответ Любому Кто Спросит На чем Основана Та Надежда Что живет В вас То есть Не надо Бояться Вот того Что может Сделать С вами Общество Если вы Страдаете За правду То Слово Божие Говорит Это счастье Но Если вы Страдаете За зло Это Уже Ваша Личная Проблема Вот Если Вы Просто Любите Бога Живете Свято Нам Не Нужно Бояться Страхов Этого Мира И В вашей Библии Написано А страхов Их Не бойтесь До этого Написано Страхов Их Не бойтесь Это Не наша С вами Она Не Принадлежит Нам Теперь Посмотрим Область Личных Отношений Вот Личные Отношения Здесь мы можем как-то расслабиться И Быть в покое В мире В счастье Смотрим И тут мы себя не чувствуем безопасно И тут мы видим Много страхов На самом деле Каких-то либо явных Либо скрытых Но они есть Вообще Плотские отношения Вот если мы Просто возьмем отношения Человеческие Они строятся в основном На двух вещах На желании И на страхе Желание Это то Что мы хотим иметь От другого человека Это может быть Удовольствие Какая-то выгода Материальная Похвала Признание Внимание Вот все Что мы хотим А И иногда Мы используем Других Чтобы Возвеличиться Самим путем Сравнения А вот Страх Это когда Все противоположное Мы боимся Что нас бросят Нами пренебрегут Нас оставят Предпочтут Кого-то другого Если у тебя Например Нет мужа Ты боишься Что ты его Никогда не найдешь А если он у тебя Есть Ты боишься Что ты его Потеряешь И вот эта Бесконечная Цепочка Она Вот Ну присутствует В нас Тот или иной Страх Все равно В отношениях Живет И Бог И Бог Призывает Нас Призывает Нас Просто Перешагнуть Этот рубеж Где Желания И страхи И Оказаться Совсем Другом Месте Понимаете Вот Эгоизм Он всего Хочет И всего Боится А любовь Она ничего Не требует И ничего Не боится Вот это Известное место 1 Иоанн 4 18 В любви нет страха Вот откройте его 1 Иоанн 4 18 В любви нет страха Но совершенная любовь Изгоняет страх Потому что В страхе Есть мучение И боящийся Он несовершенен В любви Тоже такие Вроде Ну идеальные Какие-то слова Идеальные отношения Этого как-то Можно достичь Интересно В реальности Есть вот тут Такой хороший путь Вот сегодня Елена говорила Утром У нас не очень Перекликаются Послания Она говорила Что Нужно вот Мужа своего Перестать воспринимать Как Ну какого-то человека Вот просто человека А нужно его Воспринимать Что это мой человек А я вам Еще один путь Могу показать Что нужно его Перестать вообще Воспринимать Как другого Или не только Например Мужа Но вообще Какого-то человека Перестать Воспринимать Как другого то есть давать ему оценки, как-то вот его критиковать, но ощутить, как это сделать, ощутить природу его, глубинную, вот ощутить в нем ту же Божью жизнь, что течет в вас, тогда вы просто своей глубиной ощутите, что там, где его боль, там и ваша боль, вот то есть его боль, это ваша боль, его надежда, это ваши надежды, его мысли, это ваши мысли, в вас течет одна и та же Божья жизнь, и тогда вот приходит прощение, мир, сочувствие, каким-то совершенно сверхъестественным образом это происходит, и по сути дела, да, Библия говорит, люби ближнего своего как? Как самого себя, то есть если вы, вот хотя бы раз попробуйте это осуществить на практике, с каким-то значимым для вас человеком, если он вас сильно раздражает, и вы уже запутались вот в этих обидах, каких-то страхах, каких-то неразрешенных конфликтах, попробуйте вот это все отодвинуть в сторону и просто ощутить его, как самого себя, мы с вами связаны друг с другом больше, чем нам кажется, то есть нет между нами такой вот большой разницы, мы с вами соединены одной общей Божьей жизнью, вот это путь, как любить человека, как самого себя, как иначе, не знаю, как кто еще может любить, как самого себя, мы все равно себя любим больше, правильно? Вот хочу рассказать вам один такой пример, мне причем рассказал, пример про американских мужчин и женщин, мужчины сейчас американские в большой проблеме, причем рассказал мне это русский мужчина, я не знаю, он так на самом деле переживает за американских мужчин или он думает, что у нас скоро тоже так будет, я не знаю, но суть в том, что он с большим, с таким сокрушенным видом сказал, что женщины американские совсем распоясались, мы говорим, ну как так, он говорит, они просто обнаглели, если раньше мужчина имел над ними реальную власть, ну как вот у нас здесь, то теперь он мог как-то свои права качать, он мог там порядок в семье восстановить с помощью там даже может кулака, с помощью каких-то запугиваний, угроз, то теперь они ничего не слушают, потому что законы все на их стороне и общество, оно на стороне женщин, там невозможно уже обидеть женщину и остаться безнаказанным, женщины, ну получили какую-то независимость, они финансово независимы, они могут в любой момент уйти от мужчины и они перестали бояться, вы понимаете? перестали бояться вот этой домашней мужской тирании, и мы говорим, ну и что в этом плохого? А он говорит, ну как же? А как же тогда вообще на них иметь какое-то влияние? Например, женщина изменяет тебя, а ты ничего не можешь сделать, а раньше врезал ей, она испугалась, больше не изменяет. Вот в таком плане шел разговор, и я сказала, а я бы не хотела не изменять мужу, потому что я боюсь, что мне врежут. Он вообще удивился, как это так? Я говорю, а я не хочу изменять мужу по другим причинам, то есть я хочу, чтобы мой муж, то есть я хочу это делать по собственной воле, понимаете, а не из-за страха. Я думаю, что мужчина должен иметь авторитет, что он без всякого кулака, а почему надо обязательно управлять женщиной с помощью кулака? Вот посмотрите, пожалуйста, местописание 1 Петра 3, 6. Там написаны такие вещи. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Она ведь называла его господином, то есть это как бы очень уважительно, и это прямо, скажем, такая форма послушания, которую нам стоит поучиться, правильно? Кто из вас называет своего мужа господином? Но она не боялась ничего. То есть я верю в послушание без страха, как в воспитании детей, так и в отношениях между мужем и женой. И он сказал тогда, ну, вы в каком-то идеальном мире живете. А я не хочу жить в мире, где жену бьют, где над детьми издеваются и бьют их, понимаете? И сплошные какие-то угрозы, насилие и запугивание. Я не хочу в таком мире жить. Я хочу жить, пусть это будет идеальный мир, но пусть это будет по Писанию. Вот в пятой главе Ефесянамска говорится, помните, а жена да боится мужа своего. Ну как же, вот написано бояться, вот тебе впрямую. Вот опять же в этом переводе современном, и я так и понимала всегда, даже до него это место, говорится, а жена да почитает мужа своего, понимаете? То есть мужчина тоже, что он женился на женщине, он царь и король, и все. И он только грубой силой правит. Он тоже должен иметь авторитет, он должен, вот понимаете, силой своей личности. И, кстати, до этих слов есть место про, вот в этой же пятой главе Ефесянам, есть место про то, как муж любит жену как самого себя. Вот как надо мужчине любить женщину, свою жену. Если он вот так ее любит, то чего ей тогда бояться? Она будет слушаться его без всякого кулака, без всякой угрозы. Ей не надо будет изменять своему мужчине, который любит ее вот таким вот образом. То есть, повторюсь еще, да, если я переживаю его боль как свою боль, если я чувствую его как саму себя, я не буду ему делать больно тоже, понимаете? Поэтому я не буду огорчать его по большим и малым вещам. И когда отношения заражены страхом, вот в семье, ладно, когда мы можем дистанцироваться там от кого-то, боимся, например, начальника, мы можем дистанцироваться, но в семье это все близко, это все рядышком. Когда отношения заражены вот этим страхом, это основа для семейного насилия. И не секрет, что больше всего от насилия страдают дети. Нужно беречь больше всего именно детей от насилия. Потому что, друзья мои, вот кто не может противостоять всем этим ужасным вещам, так это дети. Они же совсем слабые. Вот если взрослого можно довести до отчаяния, и он уже просто в отчаянии будет сопротивляться, то ребенок не может вообще никак это сделать. И в нем поселяется на всю жизнь страх. И он разрушает его, может разрушить всю личность. Хочу вам пример один привести. Он такой шокирующий немножко. Но я все равно думаю, надо рассказать. Одна девочка, ей было 4 года, гуляла во дворе одна. А двор примыкал к парку. Выходит оттуда дядя и говорит, девочка, хочешь мороженое? Девочка говорит, хочу, хочу. А дядя дал ей не мороженое. Ну, вы понимаете, что произошло насилие. Вот. И она сама не очень поняла, что произошло. И пошла, рассказала бабушке. Собственно говоря, бабушка и сама видела. И бабушка, вместо того, чтобы как-то вот это все сгладить, она бы вообще не запомнила, эта девочка, про вот этот случай. Она начала кричать на нее, бить ее. Терла ей там губы до крови пемзой. В общем, ну, такую психотравму нанесла. И потом она сказала, если ты расскажешь маме, то она вообще убьет тебя. А на самом деле бабушка боялась за себя, чтобы мама не узнала, что она не уследила за этой девочкой. И вы понимаете, у ребенка мало того, что травма осталась, вот эта психологическая, еще поселился страх перед матерью. Если мама узнает, она убьет меня вообще. Я не могу ей рассказать ни при каких обстоятельствах. И когда в 6 лет вот этой девочке к ней начал приставать ее родной брат, она уже не пикнула. Она не могла никому это рассказать, даже своей маме. А когда он понял, что она боится маму, он просто сделал ее своей сексуальной рабыней, когда он стал постарше. И кончилось это тем, что он стал уже ей торговать, как проституткой. И довел до такого состояния, ей уже было там 20 с чем-то лет, что она уже хотела себя убить. Вот тогда ее остановили, и вся эта история всплыла на поверхность. Вы понимаете, мама ничего не знала, так она и не узнала ничего за всю ее жизнь. И эта бабушка, она вот в ребенке сломала что-то. У нее были даже такие методы, знаете, когда у девочки был день рождения, вот 4 года ей исполнилось, она ее просто заперла в шкаф на целый день, потому что та в чем-то провинилась. И вот эта взрослая уже девушка говорит, а я как будто и сижу до сих пор в этом шкафу. Вот так она себя чувствовала. И я хочу сказать, что если вы в детстве получили вот какой-то страх в своем сердце, какую-то травму, вы должны открыть этот шкаф и выйти оттуда. Просто выйти, оставить это, потому что сейчас это вам не принадлежит. Знаете, как будто бы событие какое-то произошло, а потом вот эти волны от него идут по всей нашей жизни. Не допускайте этого. Выходите из шкафа. У вас есть кому все рассказать. Даже если вы боитесь маму, папу, то вы все равно у нас есть защитник, утешитель. Он наш целитель. Он исцеляет любые раны. Иногда детям внушают страхи взрослые, знаете, из добрых побуждений. Вот это, конечно, крайний был пример совершенно варварского отношения к ребенку. Но бывает, что мы из добрых побуждений. Не ходи туда. Здесь не ходи. Здесь ты упадешь. Здесь ты, там, клещи. Туда не ходи. Как Карл Густав, я помню, рассказывал, как он очень был запуганный ребенок. Помните его, да, проповедник из Швеции? Он боялся, говорит, ездить всю жизнь в лес, куда-то в палатки, потому что родители говорили, знаешь, существуют такие насекомые, которые заползают в ухо спящему человеку. Там свивают гнездо. И я, говорит, так боялся вот этих насекомых, что в жизни в лес потом не ходил ни разу и никогда не спал в палатках. И вот куча таких всяких бредовых идей мы ребенку прививаем. Конечно, есть какие-то вещи в виде самосохранения, но не надо ему навязывать хотя бы эти страхи. Или вот еще один хороший такой пример, когда мама повела своего сына кататься на горку, а он хотел выше и выше забираться. То есть там была такая горка с все более высокими ступеньками. И малыши катались внизу, а он сказал, а я хочу повыше забраться. И она, ей было страшно, что он подскользнется и упадет, она промолчала. И этот мальчик залез и скатился повыше. Говорит, а сейчас я хочу еще выше забраться. И она снова преодолела себя. Говорит, ну иди. Он забрался еще выше. Кончилось тем, что он уже катался с самой высокой, вот как большие мальчики, с самой высокой вот этой горки. И когда он пришел домой, то там их встретил папа. И он сказал, папа, я могу, я могу. А папа говорит, что? Иначе говорит, все. Вот это такое отношение, да, что ребенок, он получил вот урок смелости. То есть мы, родители, где-то должны себя преодолевать, свое вот это паническое отношение к детям. Мы должны просто давать им свободу, давать им какое-то дерзновение. Вот, а что делать, когда у нас не мнимые страхи, а настоящие? Я вот хочу сейчас открыть один псалом. Псалом 87. Вот откройте его с первого стиха. Это, знаете, самый, наверное, грустный псалом во всей Библии. И я не буду его весь читать, вы можете дома потом посмотреть. Это такой душераздирающий псалом. И вот посмотрите, пожалуйста, 7-8 стих. Тоже я читаю по современному переводу. 7-8 стих. Ты низверг меня в яму преисподней, в пучину, во тьму. Тяжек твой гнев для меня, волны сбили с ног. Ты друзей от меня прогнал прочь, они брезгуют мной. Я как в тюрьме, и не выйти мне. И еще посмотрите, пожалуйста, 16-19 стих говорит нам. С юности ждут меня горе и смерть. От твоих ужасов я изнемог. Твой гнев меня захлестнул, как волна. Тобою посланные страхи сломили, затопили меня, словно вода. Окружают отовсюду, всегда. Как здесь написано, облегли меня, да, облегают меня. Все вместе. Близких ты прочь от меня прогнал, и мой спутник мрак. И никто не скажет, что вот такие вот слова можно придумать. Это настоящее какое-то горе, настоящее какая-то, вот может быть, болезнь с самой юности. Ну, очень что-то. Человек в крайне тяжелых обстоятельствах, и он, посмотрите, первый стих. Я бы этот первый стих поставила бы в конце. Но он начинает с этого. Он начинает. О, Господь, Бог спасения моего, я и днем, и ночью взываю к тебе. И потом еще тоже есть место, где но, но, какой же это стих, я взываю к тебе, пусть на утро Господь моя мольба пред тобою предстанет. Вот эти два места показывают нам, что посреди вот этой скорби, посреди вот этого какого-то ужаса, страха, мы что видим? Что человек обращается к Богу. Он молится, и он просто еще не получил ответ. Вот что делать, когда вот эти волны страха, кстати, волны часто являются вот именно как символ того, что они поглотят нас, символ страха. Что делать, когда реальная какая-то трагедия происходит, и страх накатывает либо вот прямо в момент опасности, либо как память об этой пережитой трагедии. Кому-то стоит вот один раз что-то пережить, он потом всю жизнь боится. Это может сниться ему, это может его преследовать наяву, но это есть, он не может от этого избавиться. И вот я бы хотела вам показать вообще конкретный такой способ справиться со страхом. Ну, во-первых, приведу свой пример. Бог дал мне в самом начале моей христианской жизни впечатляющий пример, как бороться со страхом. Расскажу вам эту историю. Я была совсем юной девушкой и только-только уверовала. Вот буквально, не знаю, там несколько месяцев. Такая была достаточно легкомысленная, шла по двору, и какой-то мужчина останавливается на машине и говорит, да, девушка, садитесь, подвезу. И как-то вот я по глупости своей села в эту машину. И вот, когда я села туда, вообще никогда обычно не садилась, но тут я торопилась на работу и попросила меня подвезти до работы. И когда я села в эту машину, я почувствовала этого человека, вот какой-то исходит вот, ну, такой импульс, да, от чего мне стало страшно. Я думаю, вау, это я как так вообще оказалась? Вообще у меня не было таких ситуаций обычно. И мне просто было страшно. Я из машины-то вышла. Он как-то меня на самом деле довез. Но он пообещал, что я ему понравилась, что он меня обязательно найдет, где я живу, и узнает, где я живу, и придет. И мне, честно говоря, было очень страшно в тот момент, что человек был такой, прямо скажем, такой громадный такой качок. И вот ничего хорошего от него ожидать не приходилось. Мне так казалось. И в этот день у нас было молитвенное собрание. Я пошла на него. И так мы там исполнились духом. Вот я до сих пор помню. Мы молились прямо на коленях час или два. В общем, у нас была такая бурная молитва. И я вдруг почувствовала, что я не боюсь больше вот этого дядьку. У меня было совершенно вот обновленное состояние вообще разума и сердца. Вот я почувствовала просто, что Дух Святой меня воодушевил. Я пошла так смело домой, пришла домой в совершенно вот таком боевом состоянии. Это сделал чисто Бог. И знаете, что было дальше? Через некоторое время звонок в дверь. И у меня был папа, но он такой, он, в общем, не мог меня защитить вот в любом случае, потому что тот был очень-очень такой здоровый и сильный. И открываем дверь с папой. И вот он стоит на пороге с таким вот видом, что типа вот он, я пришел. А я ему говорю, ну заходи. То есть мне хотелось ему проповедовать Слово Божье. И я даже в это время забыла, что у нас в гостях один человек, который просто был случайно, он учился и жил у нас вот, ну временно, пока у него там учеба была. А он был такой омоновец, как бы сейчас сказали. Он был еще здоровее вот этого мужчины, который привязался ко мне. И он так невзначай вышел в коридор в этот момент. Понимаете? То вот, смотрю, глаза округлились. Вот если бы у него были хорошие мотивы, он бы зашел на самом деле. Его же никто не предлагал там сразу бить или что-то. Но он так попятился к лифту, сказал извините. И больше я его никогда не видела. Понимаете? То есть, вот когда мы побеждаем этот страх, это совершенно реально. Вот даже панику остановить в себе. Тогда вот обстоятельства меняются в сторону нашего спасения. И я хочу вам еще привести один пример человека, которого вот так же, как этого псалмопевца. Вот можете еще 87-й псалом, да, показать? Вот 18-й стих. Он пишет, что его облегли воды. Так вот, человека, которого реально облегли воды со всех сторон. И мы уже рассказывали про него. Вот Виктор рассказывал. Это человека звали Слава Курилов. Это человек, который прыгнул в 74-м году с борта лайнера и оказался один в этом огромном океане. Главное, что он не мог понять, куда ему плыть. Он не мог сориентироваться, потому что был шторм, и он не видел небо, было все в облаках. То есть, не было никаких ориентиров. И вот посмотрите, что он пишет. Он не мог вообще понять. То есть, силы-то ты теряешь, а куда плыть не понимаешь. Может, ты вообще удаляешься. Он хотел доплыть до острова. У него была цель сбежать из Советского Союза. Законным путем ему никак не разрешали выехать. Он хотел доплыть до острова. И вот он пишет, когда он оказался в ночь в этом ночном штормовом океане, он пишет. И во мне стал рождаться страх. Волны страха двигались от рук и ног, подступали к сердцу и сознанию. Страх начал душить меня. Дыхание стало учащенным. Я почувствовал, что задыхаюсь. Гребни волн по-прежнему часто опрокидывались на меня, заливая трубку. И я понял, что в таком состоянии мне не продержаться на воде и получаса. Я верю, что от страха можно умереть. Я читала о моряках, которые погибали безо всяких причин в первые дни после кораблекрушения. Происходит какое-то самовозбуждение. Одна волна страха вызывает другую, большую. И я почувствовал, как судороги стали сжимать горло. Мне хотелось кричать. Еще несколько мгновений я задохнусь. А в дыхании была вся его жизнь. Если оно сбивалось, то все. Там просто все. Ничто его спасти уже не могло. И в этот момент у меня мелькнула мысль, что мое положение еще не совсем безнадежно. И я просто убиваю себя сам. Друзья, не это ли мы часто делаем сами с собой, да? В положении, где есть выходы, наш страх блокирует все эти выходы. И мы просто гибнем. Или мы просто получаем какое-то очень что-то плохое в нашей жизни через это. И вот что он сделал. Я собрал всю свою волю и взглянул в лицо страху. Этому приему я научился давно. Еще когда он там ходил на кладбище, чтобы воспитать в себе храбрость в детстве. Очень простой прием, когда его вполне освоишь. Если отведешь нам глаза хоть на мгновение, страх снова набрасывается с прежней силой. Нужно удерживать концентрацию некоторое время и целиком погасить волны. И мы знаем, что у него все кончилось хорошо. Он таки победил этот страх, и больше он не возвращался за все эти три дня, пока он плыл. И смотрите, дорогие мои, а вот Иисус ведь нам тот же самый урок преподал. Вот откройте, пожалуйста, Лука, 8 глава, 22-25 стих. Посмотрите, что тут написано. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали. И сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему. Вы знаете, это был не просто фокус. Иисус никогда не был Дэвидом Копперфильдом, чтобы показывать какие-то просто эффектные вещи. Я думаю, что он этим хотел преподнести урок. Потому что своим ученикам, а значит и нам. Потому что опасность была. Вот на этом Генесарецком озере на самом деле бывают какие-то бурные, очень быстро начинающиеся штормы. Там очень высокие волны, хотя на вид совершенно спокойное озеро. То есть ученики попали в эту заварушку, и они на самом деле испугались. И они даже кричали. И встал Иисус, которым не было страха. И Он смотрел на эти волны. Он смотрел на них без страха. И тогда они просто успокоились. Вот эти вещи, они реальны. Они могут происходить в нашей жизни, друзья мои. Нужно только от своих стереотипов отойти. Что да, если я боюсь, я буду всю жизнь бояться. Попробуйте просто посмотреть в лицо своим страхам и своим всем боязням. Я считаю, что Господь хочет, чтобы мы выходили из своих страхов. Чтобы мы именно жили жизнью свободы. Он для нас это предназначил. Он избавил бы нас даже от последнего страха. Страха смерти. Он говорит, я победил смерть. Я избавил вас от страха смерти. То есть нет ни одного страха на земле, который мы должны были бы бояться. И поэтому сейчас давайте мы встанем и просто погрузимся в созерцание нашего Господа и самих себя. Я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились и посмотрели вглубь себя. Где те вещи, которые, может быть, определяют вашу жизнь, ваши поступки, а вы этого и не знаете? Где та реальность, которая мешает вам где-то жить, мешает вам двигаться дальше? И мы, может быть, не можем разобраться сразу со всеми ними, но мы должны двигаться в этом направлении. Это и есть наш путь к свободе. Аллилуйя, Господь. Мы приходим к Тебе, Господь. Мы понимаем, что Ты единственный наш помощник, Ты единственный наш утешитель, тот, кто может просто достать это из нас, то, с чем, может, мы жили всю жизнь, то, что нас тревожит, то, что не дает нам спать по ночам, то, что нас теряем мы из этого равновесия, портим отношения, теряем эти отношения. Помоги нам, Господи, просто выйти из этого, как из египетского рабства. Ты делаешь невозможные вещи, Господь. И еврейский народ, он не верил, что можно победить фараона. Но, тем не менее, Ты, Господь, нашел способы, чтобы это сделать. Ты, Господь, нашел пути, как сокрушить вот эту силу, которая стояла непреодолимой преградой между Твоими детьми и свободой. Господь, иногда что-то стоит, как совершенно непреодолимая стена. И Тебе кажется, Ты никогда из этого не выберешься. Ты никогда эту тюрьму не сломаешь. Она слишком прочна. Но, Господь, нет для Тебя никаких слишком прочных стен. Все это Ты можешь разрушить. Все это Ты можешь, Господь, победить. Главное, чтобы мы сами тоже этого хотели. Господи, Господи, и мы верим, что есть у нас будущность и надежда. Надежда в том, что мы просто выйдем в Твою свободу и будем жить в ней, наслаждаться ею. И если даже будут происходить плохие вещи в нашей жизни, если будут гонения, если будут какие-то нападки со стороны других людей, или даже мы потерпим крах в своей личной жизни, мы все равно не должны бояться. Господь, превыше всего этого Твоя есть свобода, которая превыше всякого ума. Потому что Ты любишь нас, и ничего нас не отлучит от Твоей любви, Господь. Нет таких вещей, которые бы просто нас отлучили от Тебя, отлучили от вечной жизни. Боже, нам нечего бояться. Мы в таких надежных, любящих руках. Аллилуйя! И мы сейчас доверяем Тебе, Господь, глубина своего сердца. Посмотри туда, освети Своим лучом, Господь, всю эту тьму, Боже. Посмотри туда, Господь, чего мы боимся, чего мы, Господь, может, боимся даже не признаваясь в этом самим себе. Пусть свет Твой прольется, Господь, на жаждущие эти души, Господь, на все эти потемки. Аллилуйя! И когда свет прольется, мы увидим это, тогда мы сможем уже все это преодолеть, тогда мы сможем это все победить. Аллилуйя!